Данный видеоматериал не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, женщинам и детям. Сегодня мы покажем как обдирать соболя. Как меня учили эвинки. Это небольшой самец, как его эвинки называют, амекан, самочка, ане называется, большой самец, амень-джа называется. Дима, ты хорошо запоминаешь? Вот запоминай. Вот соболь у них действительно считается видать, как бы это, но таким почетным мехом. У них ани-ами, папа-мама, а соболь аме-ане, самец и самка. Ты представляешь? Вот аме, если маленькая, амекан, вот этот амекан, маленький самец. Большой соболь, ани-джа, это самец. Амень-джа, ане, это самочка. Ну вот, мы не будем тут долго расстреливать. Там будет видно, издалека Дима. Сейчас чай заварю. А вот можно с термоса налить, пока он закипит. А он закипит почти. Видишь, какой красавец. Вот где-то третий цвет, без дефекта. Попал он в капкан, на жердочку. Так висел. Мы его оттаяли. Пять часов он пролежал, оттаив. Когда тает, близко к огню нельзя, чтобы не припарить. И, например, в палатке или в зимовье, где там жарко, бывает, что заворачиваешь его в тряпку. В тряпку заворачиваешь, тогда получается, внутри не так парится. Так вот заворачиваешь, его оттаиваешь в тряпку. Мешочек ложат, подвешивают. Или эвенки, сумины. Сумины у них. Походу, я тебе рассказывал один рассказ. Охотились три эвенки. В стадии они работали. Гена Яковлев, Вало Романов и Юра Сафронов для Роха. И вот, значит, Володя приехал первый. Мне Гена рассказывал у Яковлев. Он говорит, я приехал, смотрю, Володя на сумина с соболями висит. Вот где сис, эта палка, ты уже знаешь. И там сумина висит такая пухлая. Ну, думаю, тебе твоя мать ничего, Володя поймал. Наверное, штуки три-четыре соболя там у него. А я, говорит, одного поймал. Ну, я в мешочек тоже рядом подвесил. Следом приехал Юра, этот, Сафронов. У него два соболя. Он тоже раз, мешочек тоже рядом. Ну, говорит, сидим, вечер уже все. Соболя оттаяли. Мы достались с Юрой. Я этого одного соболя своего шлеп-шлеп, ободрал. Юра тоже, этих двух, тоже ободрал. А Володя что-то с сумина висит и висит, говорит. Ну, мы так с Юрой смотрим на сумину, на него. Он молчит, мы молчим. Потом Юра не выдержит, говорит, Володь, давай мы тебе поможем соболей ободрать. Он говорит, ну, давай. Сумину снял, оставил ее, развязал и достал оттуда шапку, рукавички, как, короче, энцефалитку. А мы, говорит, целый вечер думали. Ти-то, бывает, штуки четыре соболя у него. Ну, говорит, расхокотались. Володя, давай мы тебе поможем ободрать. А там, оказывается, вон он наложил специально, чтобы маленько. В тайге тоже, там же бывает скучно. И вот они иногда вот так юморят. Так, хорошо видно? Да, нормально. Так, нож нести? А? Нож нести? Нож? Ну, давай, ну, я тоже свой натачил. Ну, у тебя, я знаю, Дима тоже супер. Супер. Поэтому соболя обдирают с головы у нас. Я буду показывать, я уже сказал, как меня учили эвенки. И как я всю жизнь обдирал. Начинают вот с губ. Я тут ничего. Есть привязывают. А я зажимаю коленками и начинаю подрезать. Вот эти губы. Вот самое... Тут такое... Долгосрочная работа. Это вот сейчас вот эти губы подрезать аккуратно. Подрезаешь. Подрезаешь. Вот эти вот губы надо аккуратно. И вот так вот. Потрезаешь. Соболь в основном больше без ножа обдирается. Но вот места, которые ножом, мы их знаем. Вот глаза подрезать надо обязательно. Вот подрезали один глаз. Вот видно. Надо подрезать второй глаз. Дальше вот здесь вот эти подрезаем. Уже опытный охотник. Он лишних движений не делает. Он уже знает, где ему подрезать. Где начинать тянуть или проталкивать руками. Вот сейчас мы вот так протолкаем, что можно. Вот у нас под ухо подсунули палец. У соболя шкура довольно такая крепкая. Она не так легко слазит. То есть вот отрезали одно ухо. Ты ни разу не видел, как обдирают? Ну, чего же не видел. А, видишь. И вот снова начинаем пальцами проталкивать. Когда неопытный и боишься, то так не будешь делать. Будешь потихоньку ножом ковырять. Ну, когда уже охотник опытный, он все это протягивает буквально до тех пор, пока ему... Вот здесь вот так вот тянешь. Наоборот, на себя неудобно. И тянешь на себя. Тянешь. Продергиваешь. Вот под палец. И у вас получается вот такая канитель. Здесь дальше уже тянуть не надо. Нахально. А вот тряпочкой прикрываешь, и уже можно вот без тряпочки порвешь. Вот с тряпочкой, когда накрываешь, то уже можешь еще протянуть. Но тоже, вот, дотянул до этой бяки. Уже надо подрезать. Подрезал маленько. Подрезается с одной стороны, с этой не подрезается, а вот подрезается туда, где лапа. Вот с этой стороны подрезается. Есть некоторые, которые разрезают лапу. Но вообще, по инструкции, и охотоведы говорят, что нельзя ничего разрезать. У Соболя ничто не разрезают. Все должно сохраниться. Даже по инструкции, ногти и то оставляешь. Вот здесь сухожилие подрезали, подтянули. Теперь я возьму димин ножик. Здесь вот эти вот зазубрины, они мне мешают. А я возьму вот этот знаменитый димин нож. Он, конечно, наточенный. И можно порезать шкуру. Вот так просовываешь, держишь и начинаешь вытягивать до крайней фаланги. Потом раз ее, вот. А ноготь остался внутри. Теперь можно еще маленько протянуть. Сначала мы выдергиваем крайнее. Ну, это уже с ногтем выдернуться. Это не дефект. Вообще, я всю жизнь выдергиваю ногти. Не оставляю их там. Ну, если положено по книге, я вам сейчас как... То вот так, по последней фаланге. Берешь... Опа! Вот она как бы показывает. Одна лапа есть. Теперь переходим на вторую. Тоже тут мы протягиваем. Вот когда идешь и, например, убил шоболя. Сел покушать, там, чай попить. Пока чай, ты его можешь ободрать, чтобы не нести. Но обычно шоболь не такая уж тяжелая. Потому что тащишь ее там в зимовье. И в зимовье там аккуратно. Вот тут подрезаешь. Вот эта нога была в капкане. Вот она может порваться. Поэтому ее так нахально, как ту, обдирать не будем. Будем потихонечку. Потому что она тут, как бы, запеклась. И нарушилась шкура у ней. Ужас. Вот так. Ну, будем выдергивать все равно. Вот она высохла. Уже даже косточки. Их приходится вот так выдергивать. Видишь, как вот. Вот эти, которые лапы в капкане побывали. Они в основном создают проблему. Вот бывает вот так вот. И никак не получается выдернуть. Это у нас здесь. В зимовье на этот случай есть плоскогубцы. А эвинки, старики, я видел. У них даже зубы были хорошие. Зубами тянули. Ну вот выдернул. Улетела и та. Ну вот. Все, поехали дальше. Теперь я беру так, как обычно. Дальше протягиваю шкуру. Сюда. Стараюсь запихнуть. И все. Вот эти прирези убираешь. Сильно мездру тоже нельзя обдирать. Она бывает рвется. Бывает так стараются. Даже вот эти вот маленькие. Прирези их убираешь. Вот таким макаром. Вот он, худой соболь. Кормовая база, видать, была нынче. Не шибко. Вот это вот черные пятнышки. Это болезнь. Это бывает вот у них. Бывает, что это считается дефектом. Они даже, вот видишь, дырочки. Вот это я не знаю, что за болезнь. Но говорят, что это соболь болеет. Витаминов не хватает. Этот молоденький соболь. Нынешний сигалеток. Вот тут задницы снимаем. А вот здесь, с передницы, здесь надо подрезать. Здесь можно дернуть. И он порвется. Поэтому вот эта вот штуковина, где пупок, вот этот торчит. Здесь можно порвать. Ну-па, подрезали. Теперь поехали дальше. Вот этот писюнчик, его просто выдергиваешь. Вот, в основном, как вы видите, тут все это делается руками. Вторую ногу. Здесь вот подготавливаем, как бы, полгие ноги. Потом вот прямая кишка здесь. Мы ее обрезаем. Вот этот хвост. Обычно он выдергивается рукой. Но, еще раз говорю, лучше тряпочкой. Тряпочкой. Хватаешь покрепче, у кого крепкие руки. И вот так он хвост выдергивается. Вот он выдернулся, мы его потом выдернем. Если бывает тугой не выдергивается, тогда берешь веревочку, завязываешь крепко. И прям за веревочку, и хвост выдергивается. Вот такой способ. Это бывает старый самец, и хвост крепко. Он вот так вот, знаешь, задирается-задирается, и упрется, и все. Поэтому тогда веревочкой завязываешь. Вот когда маленькая самка, или самец маленький, здесь очень опасное место вот это. Бывает, не выворачивается. Когда здоровый самец, все легко. Вот тут приходится вот это место помучиться. Сухожилия не дают. Первые разы, когда я обдирал, это, конечно, было процедура очень долгая. Вот тут опять эти пальчики крайние выдергиваем. А эти продергиваем дальше. И они... Этот соболь пойманный давно. А что-то сел бы и курил. И лежал. Ага, замечательно. И лежал где-то, Дима. Он уже местами ноги стали подсыхать. Заветрылся. Да. Я еще и кричу. Вот так же, зажимаясь, чтобы вот они лапки, получается целые, аккуратные лапочки. Все. Теперь остается у нас процедура одна, хвост. Его сейчас потихоньку. вот эти оба ножа, чем хороши, вот у белки хвост надо распушать и усовывать. Развязать? Да. Хоть этим ножом, хоть этим. Этот вообще узенький хорошо попрет. А этот, вот, шлеп, и мы его разделили пополам. он как будто специально сделанный. Если мы возьмем охотничий нож, который в магазине, вот с этой, как она называется? Ну, понятно. С... с улыбкой в общем. Да, с улыбкой. То он испытано, он разрежет этот хвост на два. Протыкается туда, острый, если. Я закрутил, как хорошо. Ну вот, соболь готов у нас для того, чтобы его насаживать. Здесь никаких мясных отложений нету. Практически нечего убирать. ну, бывает, где, когда жирный, там, конечно, его убираешь. А этот... Сейчас мы приготовим провилку, а я его... Так, сейчас, пока я его выверну. Выворачивать соболя надо по меху. Не вот так вот, по шкуре к шкуре, а мех к меху пускаешь. Тогда он по меху скользит. это тоже вот, он такой, вроде, простой секрет, но пока до него доберешься, бывает, долго мучаешься. Поэтому мы сразу вам подсказываем, что выворачивать лучше по меху. Вот сейчас мы его завернем. для вашей общей эрудиции я покажу, как эвинки, они соболя, они его делают вот так вот. И вот говорят, чтоб от нас на деревья не залазил, чтоб спина не помогала, чтоб он не убегал от нас, надрезаем сухожилие ему на ногах. Чтобы они раньше когда не были толком патронов, они искали с капканами или в обратный след шли, или собака, когда загонит. Для них было самое удобное, когда он в норе, они капкан поставили и он попался. Поэтому они еще одну процедуру делают. Они говорят, чтобы он лежал в гнезде. Умдак называется гнездо. Поэтому они делают вот так, чтобы он не бегал, чтоб лежал и ждал охотника. Вот такая вот. Да. Когда подходишь к табору эвенков охотников, вот кучка лежит соболей, там штук 30, 40, 10, 15. И они вот так вот все сложены. И пусть он себе держится за хвост. Вот будет лежать его потом мы говорим с него, что мы с него шкуру не ободрали, он в шкуре и будет лежать. Вот это для вашей общей эрудиции. вот такие штуки эвенки с соболями проделать. это я подкну за пазуху, чтобы он теплый был. Покажем, как его натягивать. так, провилки, провилки, тоже я могу предположить, что будут претензии, есть делают провилки, такие фигурные, тоже ими пользуются здесь охотники, эвенки пользуются вот такими рогульками. это стальника. Выбирают рогульки и на эти рогульки насаживают соболя. вот сейчас мы покажем, как они его насаживают. так, у нас палочки специальные я уже приготовил. Все для вас. Опять показываю. Теперь то мы с хвоста засовывали, теперь снова мы пускаем помеху в шкуру. Вот помеху пускаем и она легко выворачивается. Если мы мездрак-мездре, она сейчас начнет прилипать и будет туго выворачивать. Вот так мы пускаем. Это пробилка засовывается в рот, сжимается. сжимается. Протягиваем Соболь садится Один к трем Один Это ширина А три Это длина Мы его садим Делаем так гармошкой Чтобы не переборщить И чтобы не было опрелостей Это называется пресно-сухая сушка Поэтому нам надо шкуру не испортить Мы его вот так набираем Смотрим Чтобы не было у нас Сильно гармошек Вот так выбираем Смотрим Управляем Эти ножки тоже маленько Раньше сильно садили Даже провилки Делали Я вот одну взял Делали провилки Кривые Гнутые Они вот так были Гнутые И вот по этому гнутому Сюда садили спину И мех получался Такой, знаешь Здесь как бы сжатый Густой Надо было Когда приезжали купцы Охотнику надо было Обмануть Купца Показать, что Соболь Такой Очень густой Очень Темный Когда его делаешь Вот так плотнее Он действительно Это можно потом Сейчас Если снять Можно показать Как шкура Становится Так Ну вот Мерим Пробуем Можно Вот так Пошире Вот теперь Смотрим Чтоб не было Опрелостей Поджимаем Здесь все Вот это вот Вниз Натягиваем Это вот Нитка Мы ее Раз Так Хвост Хвост Я не взял Бумаги Но Газеткой Приклеиваешь Мы этот Соболь Мы увезем домой И я его там Доделаю Но я вам говорю Сюда приклеиваешь Газетку Чтобы Лучше сокло Вот И вот так вот Вешаешь Если Там где-то Есть возможность То Вот это Подлаживаешь Например Куда-то На край Шкафа Или В зимовье Там Полки А здесь Придавливаешь И вон Тоже Соболь Сохнет Вот это Иногда Выпрямляешь А то бывает Раз Прилипнет И за хвостом Следишь Вот Такие Пироги Потом Этот Соболь Высыхает Примерно За ночь Он высыхает Сейчас Мы вам И это Покажем Эта процедура Кончилась Также Помеху Мы ее Назад Дома Я его Доделаю Это Человек Дал Ему Надо Буквально Возвернуть Вот Соболь Который Высох Вот Он Высох Соболь Вот Палочкой Его Снимают Провилку И Начинают Отминать Отминают Аккуратно Сначала Вот так Поплевывают На руки Или Водичкой И начинают Вот эти С лапок Потому что В этих местах Дима В этих местах Редется Обычно Можно Маленько И Отминаешь Эти Лапки Потом Отминаешь Эти Потом Эти Потом Потихонечку Начинаешь Потихоньку Здесь Шибкой Не надо Потихоньку Полегоньку Можно Подмачивать Водичкой Руки И Эта процедура Тоже Длится Долго Ну Не сильно Долго Ну За час Можно Отмять И вот Получается Отмятый Соболь Вот он Отмятый Соболь Вот он Уже Отмятый И Мы Его Сейчас Вывернем И Покажем Как Он Должен Выглядеть У нас Хвост Вот хвост Тут конечно Маленько С ним Мучшие Что Можно Дырку Пошире Делать Но Мы Обычно Не Делаем Я Тебя Мать вот хвост сюда провалили палочкой нам еще надо поесть или мы не будем есть попробуем так выворачиваем также мех в меху это вот попал в капкан здесь это тоже будет спрятан и не дефект не засчитают но это уже не наш с тобой вина вот чтобы вывернулся и в костюм упал вот потемнее вот когда он когда его садишь вот видно когда ты его сжимаешь он темный становится нажимаешь он темный когда растягивает что становится маленькой сейчас мы палочкой вывернем ноги ему докуда нам можно будет позволено ну не сильно раньше принимали соболей по цветам ну да да по цветам по размерам сейчас я не знаю сейчас я смотрю как-то принимает по весу даже крижей было четыре крижей было много у нас тут был было когда я приехал было примерно половина амурский потом якутский баргузинский не сильно много сейчас потом завозили сюда соболей и сейчас в основном здесь баргузинский соболь немного якутского амурский практически не может вот вот таким макаром получается у нас чтобы вот это вот смотрелось потом у нас хорошо пасть ровненько мы эту провилку вот так вставляем и вот так она еще полежит вот получится вот такой соболь значит он у нас вот так повисит еще я специально для наших зрителей тайга моя заветная открою еще один маленький эвенкийский секрет перед тем как сдавать например эвенки приезжают домой и русские тут охотники наловчились мы берем и соболя через хвостик тут на нитку иголкой и соболя вешаем вот так и он дня три вот таким у нас фертом висит вот как мы волосы знаешь привяжем и они у нас туда потом торчат если не привяжем не будут то потом когда мы приносим сдавать у некоторых смотришь и думаешь ты смотри какой пушистый соболь а он его вот так оказывается держал несколько дней но это маленький секрет никому его не выдавайте чтобы на нас инспекция не наехала вот получился соболь вот красивый слова это самочка была небольшая конечно все равно соболь кому-то пойдет на шубу вот что мы смогли какие секреты мы тут смогли зимой показать рассказать можете взять на заметку смотрите тайга моя заветная мы будем стараться для вас эти секреты открывать чтобы у вас кто не знает был опыт и они не мучились петодом тыка как это мне часто приходилось вот когда транспортировать приходилось мне соболей они их тоже их у вора вот я уже по привычке его выворачиваю вот так выворачиваешь соболя вот его вывернул потом с этой стороны куда ввернул вот это соболь когда ты поймаешь что что и тебе в рюкзаке приходится вытаскивать чтобы они не испачкались не ничего с ними не случилось то их вот так вот так чтобы мех не пачкался чтобы они нигде ничего и получается он компактный не такой пушистый их наложишь они как а вот такими пузырьками их комочками вытаскиваешь ну вот мы вам показали ободрали высушили отмяли вывернули теперь можете сдавать получаете деньги кормите семью удачи всего вам доброго теперь мы перейдем на чай и на почку